Варашиловское районное отделение полиции обратились граждане с заявлениями о тайном и открытом хищении личного имущества. По данным заявлениям, после проведения доследственной проверки были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 164 и частью 2 статьи 173 Уголовного кодекса ДНР. В ходе расследования уголовного дела, благодаря хорошему оперативному осуществлению уголовного розыска, были задержаны ряд лиц, причастных к совершению данных преступлений, которые дали признательные показания в совершении указанных преступлений. Злоумышленником, который совершал кражи, оказался уроженец Мариуполя 1989 года рождения. Данный гражданин с 16 лет находился уже трижды в местах лишения свободы. Наказание отбывал за совершение грабежа, кражи и мошенничества. Со слов задержанного, на территорию ДНР он приехал в мае из Мариуполя с целью навести друга в колонии. Поехал, навестил, побыл здесь еще два дня, потом у самого документы, потерял документы с последними деньгами, возможности выехать в Мариуполь вообще не осталось. То пришло некоторое время, ну, пришлось начать воровать, потому что надо же было что-то есть, без документов никуда же не сунешься. Отсутствие денег побудило злоумышленника заняться хорошо известным ремеслом. Попыток найти легальную работу и восстановить утерянные документы он не предпринимал. Большинство преступлений было совершено на территории парка имени Щербакова и на пляже реки Кальмиус. Я старался так, чтобы пока люди не наблюдают за своими вещами, там купаются, либо еще что-нибудь делают, чем-то заняты, тихо подойти, забрать там все, что можно взять и уйти. В основном объектом внимания были вещи, мобильные телефоны и планшеты, оставленные отдыхающими без присмотра. Сам задержанный указывает свою причастность как минимум к шести фактам незаконного завладения личным имуществом в период июня нынешнего года. Примерно на числа 24-го я зашел в парк Щербакова, где-то около шести часов, через 16.00. Там компания молодых людей находилась в столке, купалась, а их вещи, ну, в принципе, вообще никто за ними не наблюдал. Я спокойно подошел, забрал в охапку эти все вещи, там несколько рюкзаков, ну, в одну охапку. Быстро ушел в посадку с ними, перебрал их, там оказался планшет, телефон, сенсор. Я перебрал вещи, денег, там, рублей 30 мелочи было русской. И все, вещи все сбросил там в посадке, сразу же пошел на рынок, реализовал это все. Вероятно, денег было недостаточно, и задержанный совершил подобное правонарушение уже утром. Стоял рыбак, удочку с удочкой там что-то возился, закидывал ее, сумку оставил на лавочке, ну, где-то в метрах в трех-четырех от нее находился. Я подошел, недолго думая, забрал в эту сумку, тоже, опять же, в ту же посадку. Посадки я перебрал, но там были принадлежности для рыбацкой, там было денег 150 рублей русскими, и телефон простой, черно-белый макия. Все, опять же, я оттуда ушел. Буквально на следующий день злоумышленник продолжил свою преступную деятельность на набережной, где познакомился с пожилым мужчиной. В ходе завязавшейся беседы последовало предложение о распитии спиртных напитков, для приобретения которых знакомые отправились в магазин, после чего они вернулись на пляж. Пошли мы там, разделись, вроде загораем, пьем, все нормально. Пошел он пока в туалет, я у него с рыбашки вытянул телефон, документы там были, я их не трогал. Тоже черно-белая, нет, красно-белая Моторола, простая. И пока он в туалете там был, я спокойно встал и ушел, даже там что осталось, водку я не забирал. Продал этот телефон, ну так, даже на запчасти, его даже как телефон сейчас уже никуда и не денешь. По фактам обращения граждан в указанное время проводятся доследственные работы. Все граждане, которые имеют дополнительную информацию или стали жертвами злоумышленников, просьба обращаться в Ворошиловское отделение полиции ДНР или по телефонам, которые вы видите на экране. Будьте бдительны и не оставляйте свои вещи без внимания. Оксана Волчонок, Сурэмск-Обичевский, телеканал Новороссия, город Донецк. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»